Всем привет, с вами Дмитрий Гриценко и перед тем, как приступить к основной части данного видео, хочу напомнить, что сейчас у меня проходит акция совместная с Шахматной Академией по обучающим курсам по дебютам. Так вот, их курсы по дебютам, а именно построение дебютными репертуарами за черных, за белых и также сборник вебинаров сейчас пытаются со скидкой в 50%, и также более того, если вы приобретаете один из курсов, то получаете один из моих дебютных курсов в подарок, то есть более подробно рассказывал в прошлом видео, повторяться уже полностью не буду, просто хочу напомнить, что она акция имеет ограниченное предложение по времени, и она будет действовать еще один день, то есть до четверга включительно. Так что поэтому, кого интересуют обучающие материалы, то обращайтесь, мы же с вами переходим к главной теме данного видео. Итак, сегодня я хочу поговорить про один из моих самых любимых шахматных дебютов, это сицилианская защита, мне она очень нравится, прежде всего, наверное, даже за черных, потому что я очень люблю вариант дракона и его играю регулярно, вот, но тем не менее белыми тоже здесь, конечно же, возникают очень любопытные схемы, вот, и, соответственно, про одну из них, в частности, это будет вариант Паульсона, мы поговорим сегодня на примере одной из партий. Итак, в данной партии после Е4, Ц5 и Конь Ф3 было сыграно Е6, но вначале я хочу рассказать пару слов про участников данной партии, а если говорить более конкретно, то про игрока, который был за черных. Так вот, белыми играл Джордж Марко, я не знаю, кто этот шахматист, а вот черными играл более известный игрок, это Геза Марацци, то есть Геза Марацци на самом деле сам внес довольно серьезный вклад в развитие сицилианки, в развитие дебюта, и его именем названа типичная структура, которая возникает в данном начале, это пешки Е4 и Ц4, то есть структура Марацци, так ее и называют. Она может получаться из разного прятка ходов, ну, один из самых таких типичных, это, допустим, через ускоренного дракона, то есть Конь Ц6. В данной позиции играют черные, в партии Марацци так не сыграл, но покажу вначале, что такое структура Марацци, то есть тоже для общего развития, думаю, что будет интересно. Итак, Конь Ц6, белые проводят Д4, после ЦД Конь Д4, у черных есть несколько ходов, то есть играют и Конь Ф6, допустим, и Е5, и Е6, и Ж6, ну, вот после хода Ж6, уже, по сути, черные готовы играть ускоренного дракона, и белые могут сыграть либо Конь Ц3, либо РЦ4. И вот после Ц4 уже мы можем смело сказать, что перед нами структура Марацци, то есть пешки Е4 и Ц4. Идея как раз-таки в ходе Ц4 состоит в том, что белые берут под контроль поле Д5, а Д5 это стандартный прорыв черных в разных схемах сицилианки, в частности в ускоренном драконе тоже прорыв Д5 местами возможен. Вот, то есть теперь прорыв Д5 за белого будет более трудным, но с другой стороны, в общем-то, после хода Ц4 белые не развивают свои фигуры, развивают только пешку, и, соответственно, здесь белые теряют важный темп. Вот, то есть тоже, в принципе, нельзя сказать, что ход Ц4 такой уж сильный. То есть в ходе Ц4 есть и плюсы, и минусы, вот, но в любом случае структура Марацци очень популярна, и она встречается и по сей день, и причем встречается регулярно. Вот, это структура Марацци, и теперь вернемся к самой партии, где Марацци играл с черными, и после хода Конь Ф3, второго хода белых, сыграл вместо Конь Ц6 Е6. Е6 тоже хороший и сильный ход, далее белые проводят Д4, и после ЦД и Конь Д4, черные, то есть Марацци, здесь сыграли А6. И вот после хода А6 у нас возникает вариант Паульсона. В ряде вариантов он может перейти в вариант Тайманова, то есть черные играют в дальнейшем Конь Ц6, и, по сути, это очень похожая тоже позиция, но, тем не менее, название у нее уже будет другое. Вот, то есть такой вот очень гибкий дебют за черных, который и по сей день тоже крайне актуален, потому что данной партии уже более 100 лет, теория могла поменяться, но вот начальные ходы они и по сей день встречаются довольно часто. Итак, в этой позиции белые сыграли Слон Д3, но Слон Д3, честно говоря, ход необязательный, я думаю, что пока не стоило определять положение Слона, проще и сильнее было сыграть все-таки Конь Ц3, потому что Слон в ряде вариантов выходит на Ф4, там, после Конь Ф6 на Ж5 может выйти, то есть Слон С1 пока лучше, чтобы стоял на месте. Тем не менее, Слон Е3, понятно, что не ошибка, вполне хороший и сильный ход. Далее, после Конь Ф6 белый играет Конь Д2, ну вот, а здесь, опять же-таки, учитывая тот факт, что поле Д5, по сути, в области черных, черные проводят стандартный ход Д5. Ход Д5, честно говоря, здесь, возможно, не самый техничный, но, тем не менее, ход идейный. То есть можно было сыграть поскромнее черным, допустим, пойти просто Д6, ну, а затем развиваться стандартно, то есть Слон Е7, там, короткая рокировка, у черных, в принципе, довольно простая и понятная игра. Ну, Д5, в целом, идейный ход, не сказать, что он прям самый сильный, но у этого хода есть цель, захватить пространство. Тем не менее, пространство и белое тоже захватывают, поскольку они, конечно же, не бьют на Д5, играют Е5 и, соответственно, получают определенный перевес на краевском фланге за счет сильной пешки Е5. Итак, Е5, ну, Конь под боем, Конь Д7, логичный ход, Ф4 тоже напрашивается, пешку на Е5 отдавать белые не хотят, далее последовала Конь С6, С3, и здесь, на самом деле, у черных была вполне нормальная позиция. Данная структура характерна, допустим, для французской защиты, это пешки Е6 и Д5, при белой пешке на поле Е5. Вот, ну и можно было играть довольно стандартно, и при этом это будет довольно и неплохо тоже, то есть развивать краевский фланг с помощью такого хода, как Слон Е7, ну и у белых есть масса ходов, допустим, Конь С2 на Ф3, вполне логичное решение. Далее черные могут рокировать спокойно в кроткую сторону, и позиция вполне неплохая, то есть на самом деле здесь позиция объективно приблизительно равная. То есть так и стало черным сыграть, но вот они решили, в общем-то, здесь действовать нестандартно, и иногда слишком такая активная игра, она бывает довольно опасной, причем опасной не только для соперника, но прежде всего и для вас. И вот черные как раз таки не рассчитали, по сути, свои силы, переоценили свою позицию, сыграли Ж5. Ход во многом, в общем-то, имеет смысл, но тем не менее, по конкретным причинам ход на самом деле неудачный. То есть в чем идея хода Ж5 для начала, хочу сказать. Дело в том, что черные хотят подорвать пешку на АФ4, то есть ход Ж5 оправдывается полностью в случае взятия ФЖ. То есть если белые съедают пешку, черные тоже бьют пешку, в данном случае на поле Е5, и они меняют крайнюю пешку на центральную, и здесь реально у черных полный порядок. Но тем не менее, конечно же, белые не обязаны бить на поле Ж5 и разрушать свой центр. У них были разные ходы, но вот они нашли очень красивую тактику, и эта тактика мне понравилась, поэтому решил, в принципе, данную партию и разобрать сегодня. Так вот, тактика началась с помощью красивой жертвы, а именно с помощью хода коней Е6. То есть здесь белые подметили тот факт, что черные довольно сильно отстали в развитии, и можно с помощью этой жертвы разрушить прикрытие короля и провести атаку. Итак, конь Е6, ну здесь пока у черных выбора нет, коня забирать они все же обязаны. Далее ФЖ5, король Е7, тоже ход единственный. Еще один сильный ход от белых, это ход Ф5. В принципе, ход найти несложно, потому что после Ф5 угрожает масса ходов, то есть, в частности, это и Слон Ж5, и Ф6. То есть у черных, в общем-то, проблема с королем, и с фиризомной Д8, которая тоже подвисает. Ну и на самом деле здесь у черных, по сути, уже хорошей защиты даже и не было. Вот, то есть они сыграли кони Ф6, после чего, на самом деле, рассыпались очень быстро. Ну и в случае более сильного хода А6, все равно у черных здесь проблем. Хотя после А6 от белых требовалась большая точность, чем после хода кони Ф6. Итак, А6, ну, очень логичный ход, то есть черные крепляют пешку на поле Ж5, но тогда белые играют уже не Слон Ж5, а Ф6. Итак, Ф6 черным нужно скидывать коня за две пешки, и здесь у черных, в принципе, даже временно материальный перевес небольшой, это лишняя пешка, но очень слабый король, что, конечно же, приводит к тому, что все равно белые здесь получают преимущество. То есть они пока играют Слон Е2 и готовят рокировку, то есть можно вот так вот довольно медленно белым играть, но учитывая тот факт, что черные опять же таки сильные стали в развитии, и король сейчас начал бегать по доске, что всегда плохо, когда у соперника есть тяжелые фигуры, в частности ферзь, и, ну, особенно еще и ладь, если живы. Вот, то в такой ситуации, конечно же, король испытывает большие проблемы, когда находится в центре, ну, и, соответственно, королю нужно еще тратить темпы на возврат поближе к своим фигурам, но тогда белые успевают все равно рокировать, даже без шаха, и создают угрозы, в частности слон С5, там ферзь Ф7, ладья Ф7, и защиты у черных уже объективно нет. То есть ферзь Е8 сильнейшая данной позиции, ну, тогда слон Ж5. Самое простое, то есть идея после АЖ сыграть ферзь Х8, и там у черных будет и лишнее качество, вернее, у белых будет и лишнее качество, и очень сильная атака, ну, если бы пытаться убежать королем, то есть сыграть король Д7, тогда ладья Ф7, еще один довольно простой, при этом очень сильный ход, ну, и после слон Е7, опять же, таки, самое простое, это разменяться на поле Е7, далее сыграть ладья А на Ф1, ну, и есть масса угроз у белых, допустим, в ряде вариантов можно сыграть ладья Е7, и на взятие ферзем ладья вторая пойдет на поле Ф7, также можно просто надавить на коня с помощью хода ФЕ4, ну, покажу такую идею, ФЕ4 тоже идея, безусловно, довольно неприятная, в любом случае, здесь черные теряют материал, то есть спасти фигуру, как минимум, они не могут, а в ряде вариантов там теряется еще и ферзь, и позиция объективна даже здесь у черных пройганная, но тем не менее, в этой ситуации от белых требовалась большая точность, то есть, по крайней мере, здесь белым можно было тоже ошибиться, в партии же Марац рассыпался совсем быстро, то есть после хода Ф5, он здесь уже так вот с горя сыграл конь Ф6, ну, ход конь Ф6 по разным причинам плохой, то есть на самом деле и простой ход ЕФ давал белым большой перевес, ну, можно было сыграть еще сильнее, что, в принципе, Марка, то есть соперник Марац и сделал, сыграл слон Ц5, и после король Д7, ферзь Ф7, теперь нужно перекрываться от шаха, сыграть слон Е7, и далее ЕФ, то есть теперь белые, во-первых, отыграли материал, во-вторых, они в любом случае съедят слона под Е7, то есть у белых будет как минимум лишняя фигура, и продолжится атака на короля черных, ну, и в этой позиции уже на 15-м ходу здесь черные сдались, то есть, по сути, очередная катастрофа в дебюте, когда черные, по сути, не смогли, в общем-то, нормально закончить развитие. Еще раз, что хочу сказать, что если вы играете в сицилианку, особенно если вы играете черными, все-таки у соперника есть лишний темп по дебюту, то очень аккуратно относитесь к таким вот острым ходам, как G5, то есть G5, в принципе, ход идейный, но, тем не менее, ваш соперник не обязан идти на те линии, которые хотите видеть именно вы, а он может найти что-нибудь более сильное, ну, в частности, здесь очень красивая была тактика жертвы и коня. В принципе, ход не самый, возможно, и трудный, но, тем не менее, всегда вот так вот приятно пожертвовать фигуру, тем более, когда это еще полностью корректно и оправдано, то есть в этой позиции объективно у белых огромный перевес. Ну, а так, в целом могу сказать, что вариант Паусина довольно хорошо сейчас стоит по теории, то есть его играют многие шахматисты, часто с ним многие гроссмейстеры, поэтому подобная остановка за черных, когда они выставляют пешки на поля E6 и A6, и затем часто еще играют конь C6, это очень даже неплохо, поэтому за черных вариант Паусина, конечно же, могу вам посоветовать против сицилианки, это отличный дебют. Ну, что ж, надеюсь, что это видео вам понравилось, в будущем наверняка еще вернуть сицилианки, другие тоже схемы в этом остром и интересном дебюте. Всем тогда спасибо за внимание и до встречи в новых обзорах. Субтитры создавал DimaTorzok